Приветствую вас, я понимаю ваш вопрос, понимаю, что вам не по себе, понимаю, что вам несколько непривычно, несколько сомнительно относительно того, как ведет себя мужчина, да, то есть, несмотря на то, что его желания вам не противны, но все равно есть как бы сомнения, потому что стереотипы у нас бытуют такие, что мужчина должен быть сильным, уверенным в себе, ну а женщина, соответственно, наоборот. Вот, если тогда какое-то поведение людей, стереотипы в этих не укладывается, да, не вписывается, то, что возникают такие вот коллизии, такие вот конфузии и так далее. Вот. Значит, что вам можно сказать по вашему вот непосредственному тексту? Значит, смотрите. Вы спрашиваете нас про неуверенность в себе мужчинам. Но, парадоксально, парадоксально, на мой взгляд, и то, что вы сами при этом проявляете себя не совсем уверенно. То есть, вы с мужчиной, он вам нравится, его желания для вас не противны, как вы и сказали. Так, возникает вопрос. А в чем тогда проблема? То есть, вы не доверяете себе, вы сомневаетесь в себе или вы стыдитесь чего-то. Ну, например, опять же, себе. То есть, вот этот момент я хотел бы, чтобы вы для себя определили, ибо момент действительно очень важный. Важный, главным образом, потому, что спрашивая про уверенность мужчины, да, спрашивая про уверенность его, Ну, я полагаю, я полагаю, что было бы здорово, если бы вы сами при этом были бы уверены. Я полагаю, что было бы здорово, если бы вы при этом сами знали, чего хотите. Вот. Это первое. Второе. Почему? Значит, так. Стоит ли связывать жизнь с таким человеком? Да, и на этот вопрос вы, я думаю, ответите сами. То есть, тут мы за вас решать не можем. Вот. Но я постараюсь в своем ответе предоставить вам всю необходимую информацию для того, чтобы вы смогли принять решение наиболее взвешенное. Смотрите, не является ли это психическим отклонением? Понимаете, понятие психическое отклонение достаточно тонко. Потому что в поведении, в поведении различают такие аспекты, как особенности поведения и патология поведения. Особенность поведения отличается от патологии тем, что оно просто имеет свои индивидуальные уникальные черты. Нигде больше себя не проявляют. Ну то есть, вот у человека есть определенные привычки. Вот у человека есть определенные желания. Вот человек определенным образом эти желания реализует. Все? Все довольны? Все счастливы? Всем хорошо? И так далее. Патология же касается объема, степени охвата того или иного аспекта поведения, которое есть у человека. Например, если ваш мужчина имеет такие предпочтения в активной жизни, стремится к этому совсем подряд, например, или если это, например, превращает его в безвольного и несамостоятельного человека, то это, безусловно, патология. Если же человек добивается определенных успехов и достигает чего-то в своей жизни, будучи успешным, уверенным, важным, значимым, ценным для других людей, но при этом в определенном аспекте своей жизни выбирает тот или иной путь удовлетворения своих желаний, это не что иное, как особенность поведения. Патологией это не является. Но это может быть проблемой, если человек сам с собой вступает по этому вопросу в конфликт. В таком случае эту проблему можно разрешить. Если человеку все устраивает, это менять и ничего не хочет, значит, все в порядке. Именно так раздается индивидуальность. Это первое. Второе. Значит, вы спрашиваете, почему успешный человек так неуверен в себе в сексе и ему нравится подприняться? Ответ на этот вопрос заключается в том, что где-то на ранней стадии развития, на раннем этапе формирования личности, формирования физиологических аспектов и так далее, человек чего-то недополучил. Как правило, человек недополучает в этом возрасте именно чувство безопасности. Вот знаете, есть такая история, когда детей нужно стуга пеленать для того, чтобы они чувствовали себя в безопасности. Так вот, вашего мужчину в детстве, вероятно, часто оставляли в том, что называется свободным падением или излишней свободы. То есть человек недополучил безопасности. Вот. Недополучила безопасности в том, что касается каких-то интимных отношений. Поскольку понятно, что секс это особая сфера и в этой сфере человек должен чувствовать себя предельно защищенным в первую очередь. Интимная сфера возможна только тогда, когда человек чувствует себя защищенным. Вот. То, соответственно, неуверенность в себе и в своих силах возникает из-за того, что человек не чувствует себя защищенным именно в этих сферах. Отсюда рождается потребность в подчинении как альтернативном способе получения чувства защищенности и стабильности. Вот это вот аналог, такой взрослый аналог пеленания Штукова, который был в детстве. При этом люди адаптируются, приспосабливаются к реальной жизни и в социальных сферах, то есть сферах, где нет интимного взаимодействия, эти люди действительно проявляют себя как партнеры, как коллеги, как граждане, как друзья, как родители. То есть тут все хорошо. Но именно в интимной сфере этим людям нужно просто немножечко по-другому себя вести. И иногда некоторые люди, которые считают это проблемой, они с этим что-то делают. Они занимаются терапией, они проходят тренинги, иногда их погружают в транс, иногда что-то еще происходит. Вот, по-разному бывает, но тем не менее эти люди, если они видят в этом проблему, они с этим работают и это корректируется. С другой стороны, если человек счастлив в этом состоянии, если человеку хорошо в этом состоянии, то зачем что-либо менять? То есть если у человека нет подспудного желания корректировать свое сексуальное поведение, например, то это абсолютная норма для этого человека и до тех пор, пока не вредит другим людям. Вот, в принципе, ответ на ваш второй вопрос. Вот, в принципе, и все, что я могу вам сказать. Тут, понимаете, вопрос скорее больше, больше вопрос морали. То есть вот, с моральной точки зрения, такие отношения, какие есть у вас, я имею ввиду, между вами и мужчиной, не всегда приняты в обществе. Но это происходит по той же причине, почему и вы задаете нам сейчас этот вопрос. По той же причине, почему и люди не могут иногда принять индивидуальные особенности других из-за стереотипов. Вот. То есть у вас есть стереотип, что мужчина должен быть сильным. Причем, заметьте, несмотря на этот стереотип, несмотря на то, что он у вас есть, этот стереотип, вы, тем не менее, говорите, что вам эти желания не противны. То есть вам доминировать нравится. Или, по крайней мере, вы это делаете без отращения. Если бы вы в глубине души считали бы или чувствовали бы, что это не ваше, вы бы никогда, никогда, подчеркиваю, заниматься этим бы не стали. Поверьте, я знаю людей, я работал с людьми, у которых есть четкая сексуальная позиция. И меняется эта сексуальная позиция достаточно тяжело. И меняется эта сексуальная позиция только в том случае, если человек любит другого человека, если он хочет быть с ним, если он хочет, чтобы любимый был с ним счастлив, и хочет сделать любимого, и хочет, чтобы он сам был счастливым именно с любимым. В таком случае сексуальная позиция меняется, сексуальное поведение меняется. В остальных случаях, конечно же, нет. То есть это означает, что и вы оказываетесь во власти стереотипа. И в этом ничего нет плохого, и в этом нет ничего дурного, и это нормально. Понимаете? Только вопрос. Вопрос заключается в том, что вы выберете. Либо социально ориентированную модель поведения, или все-таки личностную, с учетом того, что сексом занимается все-таки в достаточно закрытой структуре. И уж точно мало кто узнает о том, что вы делаете в постели. В идеале, чтобы знали только вы, ну, в редких исключениях, это может быть специалисты могут быть, да, и так далее. А даже если вот это делаете как вы, да, то исключительно без раскрытия имен, личностей и прочее. Тут уже нужно решать вам. То есть обратите, пожалуйста, на это внимание. Обратите внимание на то, что вы сами оказываетесь во власти стереотипа. То есть вы можете, в принципе, доминировать. То есть вам, в принципе, это может нравиться, но вы себе подобное как бы или запрещаете, да, или не позволяете себе. Ну, или есть какие-то еще аспекты, вот, которые вам, ну, скажем так, нелегко преодолели. Потому что, ну, еще раз повторяю, вы бы не делали этого, если бы вам было неприятно. Вы бы этого не делали, вы бы этим не занимались бы. Вот. Поскольку вы этим занимаетесь, то я думаю, что это в том числе и ваша позиция тоже. То есть вам это по душе, вам это не противно. Просто примите свою индивидуальность, примите свою позицию. У нее нет ничего плохого ни в вашей позиции, ни в позиции мужчины до тех пор, пока это не вредит другим людям. Вот. Ну, в частности, да, можно говорить другим партнерам. Вот. Другим партнерам в отношениях. Вот если бы мужчина против воли делал бы это, да, то есть вы не хотите, а он продолжает настаивать, там просит вас, там и так далее, это вот уже да. Или если бы вам было противно, вы такого мужчину не уважали, то, соответственно, этого делать не стоит. С другой стороны, обратите внимание, пожалуйста, на то, что вы спрашиваете совета у нас. Стоит ли, значит, ну, вот когда вы спрашиваете, да, стоит ли связывать жизнь с этим человеком, да, вот. Вот. Это неуверенность в себе. Это неуверенность в себе. Вот. И я думаю, что с этой неуверенностью в себе, если она является патологической, то есть охватывает ваши сферы жизни больше, чем нужно, да, больше настолько, что вам вредит это. С этим тоже нужно работать. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.